В этом микрорайоне Приволжска стоят три новостройки, возведенные в рамках региональной программы по переселению из аварийного жилья. Глобально не повезло жильцам этого дома. Здесь и холодно, и пахнет плохо. Ольга Дедик настолько несчастлива в своей новой квартире, что жалеет аварийную двухэтажку. Там было тепло, светло и не воняло. Надо отметить, что до сегодняшнего дня жители не знали и название управляющей компании, поэтому начали жаловаться строителям, что вполне логично. Сначала мы звонили начальнику стройки, прорабу. Прораб послал к начальнику, который делал отопление. Начальник отопления сказал, что это не делал, у нас договора с ними нет никакого. Жители опять обратились к прорабу, тут опять к лицу ответственному за монтаж отопительной системы. Гражданам повезло, удалось вырваться из круга, и проблема стала известна и муниципальным властям, и областным. При пуске системы отопления в данном доме не налажена работа гидравлики, то есть не соблюден гидравлический режим работы системы отопления в целом в доме. По факту получается, что один из подъездов отапливается в полном объеме, а циркуляция в втором подъезде на стояке минимальная. Сейчас система отопления находится под особым контролем. Власти обещают день-два и отопление наладят. Александр Тихомиров живет на первом этаже, жалуется на холод. Тепло только в ванной и в кухне. Кстати, в кухне отвалилась раковина вместе с плиткой. Понятно, что я поставлю другую раковину, но хотелось бы, чтобы заселиться и пожить хоть месяц, ничего не делать. На вопрос, не беспокоит ли его канализационный запах, ответил утвердительно, но предположил, что это связано с грунтовыми водами, которые попадают в подвал. Предположение оптимистичное, поскольку так грунтовые воды не пахнут. При монтаже канализационных стояков и системы водоотведения нарушили технологию. И когда граждане заселились, все последствия жизнедеятельности попали в подвал. Ну, случилась ситуация аварийная, просто сейчас она устраняется. В ближайшее время, день-два, мы подрядчиков обяжем эти работы устранить. Между тем, обретенная наконец-то гражданами управляющая компания сегодня содержимое подвала откачала. Эту ситуацию также обещали проконтролировать и муниципалы, и областной департамент. Кстати, не все новоселы несчастливы в новом доме. Мне плеснет ничего. Раз только что я скоро заплесну, а остальное все будет нормально. Опасно-то? Ну, а я вот не чувствую, у меня нос не работает. Прожившая всю жизнь в деревянном старом доме Татьяна Максимовна призналась, что все устраивает. И квартира, и горячая вода. А сын, который работает в столице строителем, объяснил, что расстраиваться не стоит. Дома и в Москве сдаются с недоделками, а потом все налаживается. Ирина Афонина, Сергей Тютин, программа «Губерния». Продолжение следует...